Итак, ребят, дальше продолжаем алгоритм создания представлений, которые вы сможете расширять и практиковать. Я думаю, что вы уже разобрались с Юпитером. Иными словами, если нажать Escape и нажать M, то получится, можно записывать в Markdown. Итак, первое у нас 100. Первая задача – техническое задание. Иными словами, то, что мы хотим. Мы с вами ставили техническое задание следующее. Давайте напомним, вывести все записи пользователя, отсультровать, чтобы последнее было первой. По сути дела, это сделано. И теперь первый шаг, который мы делали с вами, это была выборка. Выборка с базы при помощи API. Наша задача была подобрать методы API, чтобы решить именно эту задачу. Я надеюсь, не надо вам говорить, что здесь у вас открывается целое поле для тренировки. Поэтому вперед и с песней. Следующий момент. Когда вот с этого все начинается. Когда мы разобрали, что мы можем получить объекты, нам остается несколько вещей. Ну, давайте перечислять. Вспоминайте. Ребят, я говорю в первую очередь для людей школы, но так как понимаю, что могут быть люди, которые только с этого видео начали, и у них недостаточно информации. Поэтому говорю, ребят, вспоминайте. Помните, я вам все уши проружжал, что вот эти уроки должны отлетать. Мы рассматривали, когда URL, ListView, модель по ходу рассматривали, мы рассматривали четыре вещи. То есть представление. Сейчас нас интересует представление. Представление. Следующее у нас идет URL. Следующее у нас будет идти шаблон. Ну, а выборка, значит, получается у нас, это у нас модель. Итак. Прежде чем писать код, начинаем соображать. По нашей задаче, этот вопрос у нас решен. По модели мы разобрались. То есть, применили два метода фильтра и order by. Поставили знак минус для поля DataCreate и поняли, как мы будем получать данные. Также мы поняли, что алгоритм здесь совершенно простой. Переменная, пост. Далее. Модель. Далее. Менеджер. Он стандартный, objects. Далее. Метод. И так как метод, значит, у нас есть скобочки. И параметры метода. Все банально просто. Модель. Менеджер. Метод. Параметры. Метод. Параметры. Все просто. Следующий шаг нам надо определиться с представлением. Помните, в предыдущий уроке я говорил, если задача совершенно конкретная, то можно писать функцию. Если мы не знаем, будем расширять или нет, то смело выбираем класс. И если мы собираемся дальше расширяться, то тоже выбираем класс. Поэтому, по крайней мере, мы уже определяемся. Выбираем класс. UserPost ListView Отлично. Пишите для себя понятно. Почему? Потому что потом сможете прочитать. Здесь получается совершенно просто. Мы определили, что будем писать класс. Значит, нам надо определиться далее. Нам понятно, что выбирать. Значит, что делаем? Абсолютно верно. Нам надо теперь определиться с методом, который мы собираемся переопределять в данном случае, так как мы выбрали класс ListView Мы можем выбрать метод Cureset Обращаю внимание, сейчас я сильно подробно объяснять не буду, почему, потому что все это в уроках ListView при определении методов мы изучили. Помните, я говорил вам, что это важно пройти, потому что нам придется размышлять. Вот пришло то время, когда мы будем размышлять. Если вы пробежали эти уроки, то чем будем размышлять? Да ничем. Значит, возвращаемся и изучаем. Ребята, относитесь серьезно. Обязательно серьезно. Итак, выбираем методы. По сути дела, мы можем выбрать первый метод GetCureset Мы его, наверное, сразу и пропишем. И мы также можем выбрать метод GetContextData Следующий момент. Вспоминайте, когда мы проходили классы. По возможности, надо, не надо, нам надо смотрим на шаблон. Надо переменный шаблон, куда мы будем складывать все. Надо. Значит, может не надо, если мы сделаем. Открываем. GetTemplateNames GetTemplateNames Немного не то сказал. На старуху бывает проруха. Имя самого шаблона. ТемплейтНейм Перепишем. Можем выбирать, можем не выбирать, но посмотрим. Будем выбирать, чтобы контролировать весь процесс. Далее. Смотрим на шаблон. Контекст объект нейм. Погинацию будем потом делать. Будем. Погинат и Бай метод. Все там в классе есть. Все, пока. Значит, определились. URL. Выбрать путь. Путь к чему? К представлению. Шаблон, где будет указываться, что? Представление GetContextObjectName. Куда будут, куда сложны все наши записи. То есть, переменная, понятное нам имя. Сейчас все станет на места дальше. Понимаете, если все прошли, вот как я говорил, да, сделали 5-7 представлений, то есть четко уже понимали, то в принципе рассуждение становится на место сразу. Все пока. Что надо по необходимости допишем. Итак, для работы у нас есть все, что нам необходимо для создания представления. пробегаемся. Техническое задание, понятно. Шаг номер один. Модель. Выбрали. Это я, что-то здесь, надо убрать. Стоп. Здесь пост. Вот так. Выбрали. Представление. Собрались писать на классах. Выбираем два метода и то, что надо переопределить. Оно все, ребят, тут все оно стандартное будет всегда. Поэтому здесь все шаблонно. URL путь и здесь имя шаблона. То есть, по сути дела, можно делать. Открываем вьюху в первую очередь. По сути дела, по сути дела, мы можем начать с URL. Это дело привычки. Если мы определились, то тут без разницы. Поэтому давайте пойдем от URL. Сначала нам надо что сделать? Абсолютно верно. Открыть основную папку. Открыть URL.conf. Вспоминаем, где мы его видели. Абсолютно верно. Открываем файл настроек. И root.url.conf. Практика джанго. Вот наша директория. Как будет работать джанго? Вот сайт. Джанго будет работать по начиная с URL. При этом джанго, все начинается в URL, мы будем прописывать короткие, начинается после слэша. Вот этот домен сам по себе джанго и так знает. Вот слэш и дальше то, что мы будем писать, будет вот здесь. Да? Любой адрес. Почему? Почему? Если мы открываем уроки... Мы сейчас URL будем делать, поэтому давайте откроем URL. URL. Вот пошел адрес. То есть, по сути дела, если взять нашу схему, то сначала он прочитает адрес в шаблоне. В шаблоне. В шаблоне, да? Так как за путь отвечает URL, то там будет записано представление, обращение, где будет что делать. Все. Все банально просто. Ладно. Поехали дальше. Что нам надо сделать в самом URL? Нам надо... Мы могли все URL здесь прописать. Но это было бы некорректно. Нам бы пришлось путаться. Почему мы делаем следующим образом. В URL.conf мы делаем перенаправление на блок. Иными словами, в приложении блок создадим файл URL. Поэтому берем и тупо сразу пишем. Это тоже должно было у вас отработано быть. То есть, я вам сказал, ребята, отработайте. С URL мы не должны останавливаться ни на секунду. Почему? Тупо пишем. Кто только с этого урока, ребят, пожалуйста, на начало и делайте, как говорю. В данном случае у нас будет главная страница, где будут статьи. Почему? Ставим просто пустую строку. Разделяем запятой, чтобы пойти дальше. Дальше пишем include. Оно у вас может быть не импортировано. Подчеркнет, импортируйте. Далее нам надо переправить. Включить. Include это включить. Но, если еще проще, просто перенаправить на... Пишем здесь блок наше представление. Наше приложение. И пишем название файла. URL. В принципе, все. Не забываем ставить запятую. С этим мы разобрались. Можем его закрыть. Открываем блок. Создаем файл. URL.py Далее. Чтобы не заморачиваться. Вообще-то зря закрыли. Чтобы не заморачиваться. И ручками не строчить. Можем вот так сделать. Так. Ну вот это все. Хрень уберем. Include. Нам здесь не надо. Админ нам здесь не надо. Патч надо. Возможно понадобятся потом регулярки. Значит-то... На будущее пусть будет. Статика не надо. Сеттингс не надо. Мы еще не написали представление. Но в данном случае мы с именем им... Определились. UserPostListView. UserPostListView. Поэтому можем смело сразу его и прописывать здесь. Потому что мы уже понимаем. Просто новичкам, конечно, скорее проще будет написать представление. Но я просто говорю, что если мы определились с названием, Поэтому сразу прописываем импорт. From... Блок... 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 Вьюха... UserPostListView. Его там нету, поэтому будет тут еще ругаться. Но пусть ругается. Мы-то знаем, что мы сделаем. Админку убираем. Оставляем один патч. Ставим здесь без скобочки. Все. Список. Все есть. Далее. У нас идет патч. Сейчас правильно назван действительно путь. Почему? Потому что это, по сути дела, в адресной строке это и есть путь. Это, наверное, самое правильное название сейчас. Теперь нам надо указать адрес, который мы просто тупо придумаем и который мы будем применять. Ну, здесь тоже все банально просто на самом деле. Это у нас будет строкой. Поэтому первое. Первое. Посты юзера. Посты. Так и пишем. Посты. Далее. Чтоб нам было понятно. Вполне понятно, что у нас будет юзер. Значит, пишем юзер. И нам его почем вытянем. Все очень просто опять. Открываем. Jout. Jango. Jout. Объекты юзера. Видим юзернейм. Паспорт. Пароль. E-mail. FirstName. LastName. Имя, фамилия. То есть все необходимое. Все здесь есть. Мы будем по юзернейм. Оно всегда актуально. Почему? Сейчас банально просто. Давайте посмотрим. Еще одну справочку напомним. Юзернейм. Используем юзернейм. Юзернейм. Используем. Юзернейм. Юзернейм. Что это? Это строка в первую очередь. Значит, нам по сути дела надо найти варианты. Еще раз посмотреть. Ну, я понимаю, что вы скорее всего это знаете. Но давайте пробежимся. Нам надо варианты строки. Вот это число, да? Инт. Нам надо стр. То есть сейчас, Жанга, даже не надо заморачиваться с регулярными выражениями. Хотя я с ними и до последнего работал. Ну, довольно поздно я вообще перешел на все эти вещи новые. Ну, это очень классно на самом деле. Так. Так, тут пошел Namespace. Тут пошел Namespace. Сейчас, секунду. Возможно, я что-то уже пропустил, но я не думаю. Возможно, я где-то что-то упустил. Сейчас. Да, вот то, что я искал. Значит, CTR, INT, SLAC, UID и другие вещи. То есть мы будем пользоваться CTR, INT и SLAC. Нам достаточно будет для любых проектов, я думаю. Почему пишем дальше? То есть здесь то тоже довольно простое. Заключаем как регулярное выражение. Вот такие вот. Далее. Это строка. То есть CTR. И поэтому и юзернейм. Юзернейм. Дальше. Не забываем здесь. Давайте поставим слэш. Теперь нам вполне понятно наш путь. Да? Адреса. То есть пост. Далее. Юзер. И будет имя пользоваться. Открыл админ. Будет админ. То есть тот, кто открыл. Оно автоматом заменится. Это. Джанга внутри сделает на это регулярное выражение. А регулярное выражение. Вытянет юзернейм. Далее. Что нам надо прописать? Путь. К чему ведет URL? Правильно. К представлению, которое мы напишем. Вон она вывела нам отсюда. Хотя у нас его нет. Юзерпост лисвью. Далее ставим запятую. Рвью. Асвью. Запятая. И нам надо имя для шаблонов. Может надо, может не надо. А. По крайней мере мы, по-моему, модели. Модели уже указали. А. Здесь будет постдитель. Все правильно. Почему? Юзерпост. Это строка. Так. Ну, можно написать. Можно написать лист. Юзерпост лист. Что делаем? Ставим запятую. Я здесь, кстати, допустил ошибку. Но я допустил случайно. Потому что новички потом часами. Те участники школы, которые проходили, они должны ее увидеть. Почему? Потому что мы ее подробно разбирали. Ну, ладно. Я специально буду запускать исключения. Потому что надо с ними разбираться и дальше. Все. В следующем видео продолжим дальше. Давайте попробуем, во-первых, сейчас запустить. Мы должны получить исключение. Ведь мы, смотрите, мы же вытягиваем. Мы вытягиваем. Что? Класс, да? Которого у нас нет. Поэтому должно ругаться. Ну, ругайся. Юзерпост листвив, блок вивс, ну, не может импортировать. И не запускается сервер. Ну, все правильно. Молодец. Молодец. Ну, давайте его обманем. Давайте его обманем, чтобы было легче. Так, мы с вами этого изучали. Мы обманываем следующим образом. Мы с вами как раз рассматривали и говорили, что все остальное работает по тому же принципу. Листвью. И, кстати, мы там были. Помните, я вам говорил, папка генерик, когда мы исходный код смотрели. Джанго, вьюха, генерик, лист, листвью. Почему? Вручную не будем. Я надеюсь, что среда разберется. По ичарам, конечно, разобралась бы. Ну, а тут ладно. Просто ВС, она обучается быстро. Если, пожалуйста, импортировать, она запоминает. Она не тупая. Итак, вспоминаем с исходного кода. Из, понятно, джанго. Потом мы открывали файл вьюх. Вьюх. Потом мы открывали, помните, генерик. Потом, что мы открывали? Ничего, уже листвью открывали. Вьюху, лист открывали. Значит, импорт. Листвью. Пройдемся по пути. Потому что для новичков, зачастую, я помню, когда начинал, для меня было, откуда это все вообще берется. Мы с вами там были. Вот, путь наш, джанго. Дальше вспоминаем, что дальше было. Вьюха. Вью. Дальше. Генерик. Генерик. Далее. Что было? Далее. Что было? Правильно. Лист мы не указываем. Почему? Потому что директория, то есть известная, в одной директории, джанго, вытягивает файлы. И. Вот этот файл. Просто в этот микшинг включено все остальное, все остальные действия. Базовый файл, база листвью, который мы с вами рассматривали очень подробно. И все прочее. Понятно, короче. Так. Что мы делаем дальше? Надо сворачивание скачать, чтобы сворачивать. Пока поставим паз, чтобы обмануть. Запустим. Перезапустим. Ну, видите, успокоился. Ничего, конечно, не покажет. Можно ввести наш адрес. А, вот я вам ошибку подбавил. А то и лазят потом. Набирают. Вот, типа. Вот они. Вот они, лентяи. Лентяи, блять, вашу мать. Потом ходят, спрашивают то, что надо знать изначально. Ну, тут, правда, хлопец правильно ответил. Чудо. Чудо-чудо-чудо. Вот поэтому я вам, ребята, говорил. И говорю тем, кто сейчас смотрит видео и думает. Ну, да, Балсыновский, в принципе, английским плохо владеет. Как это там еще? Ругается матом. Ну, пойду я. Учить, где умно говорят. Правда, показывают код как. Так, вот вам код, вот он делает то-то. Ну, там бараном будете, здесь будете умным. Ну, правда, придется. Я буду стараться не ругаться, ребят, честное слово. Но я не обещаю. Значит, ребят, смотрите. На полной серьезе теперь. Еще раз. Для тех, кто вот сейчас подключился с этого видео и смотрит. Запомните простую вещь. В Джонго есть база. Понимание базовое. И вот я сказал, вот, извлечение URL и вьюха. Мы рассмотрели на основе листвью. Все остальные, они работают по принципу. Мы их разберем уже в процессе. Но вы будете понимать, о чем речь. Вот понимаете, вот видите, да, мы сейчас могли размышлять. И нам, грубо говоря, абсолютно пофиг. Откуда начинать писать код. Мы начали с URL. Ну, просто нам так удобно, да. Мы написали, почему? Потому что мы уже в уме совсем определились. Если мы не знали, то как обычно делают, там, вьюху пишут, полностью тыргаются, кричать не работает. Вот для этого мы с вами что сделали? Раньше прошли уроки. Понимаем, о чем речь. Можем рассуждать, составив алгоритм. Идем по нему. Подождите. Есть алгоритм, его можно натренировать. Согласитесь? Это лучше, чем... Вот кот, он делает то-то, то-то, то-то. А почему, а как? Нас должен интересовать вопрос, почему мы это делаем? И как это сделать правильно? Почему? Мы много раз отвечали на этот вопрос. Почему мы брали сначала выборку объектов? Потому что нам надо понять, что выйти с базы, научиться работать с методами. И тогда мы станем профессионалами. Дальше. Почему мы выбрали класс? Потому что мы не знаем, будем мы расширять или нет. Потому что это быстро, потому что это удобно, потому что это экономит время. Зачем нам придумывать что-то, если все есть? Ну и дальше. Почему мы начали с URL? Потому что нам похрен. Мы понимаем, и поэтому начали. И все. И все. Больше никаких вопросов. Шутка. Ребят, это честно. Честно. Надо делать, как я говорю. Все, спасибо. Спасибо.